Всем привет! Вы на канале Волжский сад. Сегодня мы с вами поговорим об ошибках в формировании хвойных деревьев. Многие садоводы не знают, что надо формировать все колоновидные формы туи и можжевельников в один ствол, убирать двухствольность и многоствольность. Для чего это надо? Ну, во-первых, за ними легче ухаживать, вычесывать и подстригать. Во-вторых, зимой от снега они не будут разваливаться. И в-третьих, они выглядят более эстетично. Когда мы покупаем маленький саженец, надо смотреть, чтобы не было конкурирующих побегов, которые пытаются занять лидирующую позицию. Если они появляются, их надо укорачивать или вырезать целиком. Наша задача сделать ветки короче, так как длинные ветки могут отгибаться, а зимой туда набивается снег. Ветки отклоняются в горизонтальное состояние. Становятся очень некрасивыми. Сейчас перед нами можжевельник, который никогда не формировался. У него многоствольность, несколько стволов. И вот что с ним происходит, когда выпадает снег. Давайте посмотрим. Один ствол, второй ствол, третий ствол и четвертый ствол. Вот еще один пример можжевельника, который имеет многоствольность. Видите, как под тяжестью снега он разваливается. Вот что бывает, когда вовремя не отрезаем мы лишнюю веточку. А вот здесь мы видим, как людям пришлось связать два ствола, чтобы они совсем не развалились. А сейчас мы посмотрим на туя, колумна, которая также растет 20 лет, но сформирована в один ствол. Давайте заглянем внутрь. Вот посмотрите, это правильный пример выращивания хвойного дерева. Сформирована в один ствол. Теперь смотрим на дерево, у которого была обломана верхушка. Это лиственница. Итак, макушка сломалась. Что происходит дальше? Начинают просыпаться многочисленные спящие почки. Начинают расти маленькие веточки. Одна веточка, у которой было больше сил, вырывается в лидеры. И вот он, новый ствол. Если у нас такое произошло, что мы можем сделать? Например, закрепите ровный лидирующий побег, и дерево продолжит расти в один ствол. Остальные мелкие веточки мы должны будем вырезать. Или мы можем убрать лидирующий побег и сформировать лиственницу в виде гриба или чупа-чупса. Каждый решает сам. Мы видим наглядный пример, когда деревья хуйные были посажены неправильно. То есть, очень близко друг к другу. Давайте заглянем и посмотрим. Вот один большой мазурельник, а вот второй внутри. На расстоянии около метра они были посажены. И вот так выглядят они во взрослом виде. А здесь мы видим пример, когда идет сильное затенение елей с одной стороны. Не хватает солнышка, и она стоит лысая. В результате елочка выглядит некрасиво. А мы хотим, чтобы наши растения в саду были самые-самые красивые. Давайте полюбуемся на хвойные деревья в зимнем наряде. Субтитры создавал DimaTorzok Надеюсь, это видео было для вас полезным. Не забываем подписываться и ставить лайки. Всем пока! И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok